В краевом центре в рекордно короткие сроки расследовано громкое уголовное дело нетрезвого водителя, по вине которого погибла 56-летняя хабаровчанка. На скамью подсудимых в индустриальном районе садится автомобилист, который не совладал с управлением и вылетел на трамвайную остановку «Спутник», где машина задавила женщину, ждавшую общественный транспорт. Трагедия случилась 6 июня накануне вечернего часа пик. «Марк-2 Блит», которым управлял подсудимый, мчался по Краснореченской из Южного микрорайона, где 53-летний водитель-экспедитор выпивал в ресторане. К утрате контроля над Анамаркой привел слишком резкий маневр. Как рассказал следователю обвиняемый, он пытался, не снижая скорости, опередить медленно едущую машину, которая перестроилась на его полосу. «Марк» сорвался в занос, его выбросило на правую обочину. Остановка здесь отделена от проезжей части небольшим забором. Однако стальные трубы не смогли сдержать такой удар. Машина проутюжила остановку. «Управляя в нетрезвом состоянии автомобилем марки «Тойота», двигаясь со стороны улицы Индустриальной в сторону улицы Флегонтово по улице Краснореченская, не справился с управлением, не соблюдая скоростной режим. Совершил выезд на автобусную остановку, в результате чего совершил наезд на пешехода, стоящего на остановке общественного транспорта. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных травм скончался». Как все произошло, зафиксировал видеорегистратор автомобилиста, ехавшего навстречу Марку. Женщину машина бьет с такой силой, что та подлетает в воздух и падает в нескольких метрах дальше. Шансов выжить после такого удара у горожанки практически не было. Погибшая работала в этом районе и собиралась ехать домой на Краснодарскую улицу. Интересы одинокопотерпевшей сейчас представляет ее взрослый сын. Фигурант содержится в СИЗО. Он полностью признал вину. За руль он сел примерно через полчаса после приема спиртного и полностью осознавал, что нарушает закон. Водительское удостоверение у подсудимого есть. Ранее проблем с уголовным кодексом у него не возникало. За нетрезвое вождение, ставшее причиной гибели человека, хабаровчанину грозит до 12 лет лишения свободы.